А что у вас тут за выставка? Сегодня у нас проходил конкурс поделок из природного материала и осенних букетов, которые мы так и назвали «Улыбка осени». В конкурсе, правда, к сожалению, приняло не так много людей, участников. Объявление в газете было небольшое, но мы это, конечно, в следующий раз учтем, что надо давать и на сайтах. Участвовали учительники нашей самодеятельности и несколько человек, которые почтали объявления в газете. Самые интересные поделки были сделаны из шишки, использовали различные фон, сухой материал. Но самое главное, конечно, это рябина, различные уже трава, которые высыхают сейчас в осени. И коренья, и самое главное, листья. Я даже сама не предполагала, что можно из обычных листочков такое сделать и розы. Другие какие-то цветы и человечка. Это такая богатая фантазия у наших участников. Вон даже избушка на курьих ножках у вас тут. Да, то есть это надо было использовать и дерево, это еще, ну, бумага, клей, конечно, тоже использовался. А то есть вот как можно было собрать из веточек пенек и теплые бобыльки, прямо вот такая вот настоящая. А еще посмотрите, из махра и сделаны здесь грибочки. То есть часть грибов это настоящие поганочки собраны, а часть сделаны шляпки из желудя. То есть это вот реально. А здесь вот еще из корней, из корней. Вот вы посмотрите, какая композиция с мухомором, с паутиной. И что необычно, я еще, почему эту поделку, это потому что победительница конкурса, вот, дальше сделан паут настоящая. Ну, почти как настоящая. И эта работа у нас была, получилось, участвовали и взрослые, и дети. Поэтому мы как бы разделили. Начинавшая детская, начинавшая взрослая. Вот детская номинация, это мамина работа, это Ольга Демина, это работа взрослого человека. Ну, как нам сказали, дочка помогала. А вот и рядышком полина, вот это вот детская работа, кропотливая, из разных видов муха и рябина. Просто, ну, очень рябина. Ну, он такой весь аккуратный, красивый. Подстриженный такой, прямо. И их же работа, это уже вот эта же девочка делала, и шишек, ежик, и чуть-чуть пластилина и рябина. Ну, сколько надо все-таки терпения, правда? Ага. То есть, получается, мама и дочка участвовали. Из детских работ еще осенний букет. Это был Алена Савина. Вот она. Очень красиво даже. Ну, сколько надо, конечно, было времени, желания, да, терпения. И Алена еще и сделала, но мы не стали возражать, пусть это не совсем природным материалом, но ребенок еще вот принес и аппликации. Еще у нас одна семейная работа. Они, как всегда, назвали «Семья Галки». Осеннее настроение. Елка, листья, шиповник, рябина. Ну, целая композиция. Это же вот надо было сделать такую же картину. Но здесь, получается, была бабушка, да, бабушка, дочка и звук. Вот. Как мне объяснили, что вот Галки уже последний наклеивал звук в боксе. Еще интересная тоже семья. Это вот бабушка делала в этой семье Галкин. Вот она вот сделала такое. Из желуди, шишки, листьев. Тут еще и каштановое есть. Ну, да, да, да. Так самое главное оригинальное название, но сразу чувствуется, что взрослый человек отряд не заметил потерю в лице. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok